Погнали! У вас тоже были домашние животные? У меня было много животных. А сейчас нет. Потому что они все мертвы. Технически это видео может считаться некрологом, потому что речь идёт о биографии давно ушедших из жизни существ. Это наводит на мысль о том, что мы все умрём и... Но не будь во грустном! При создании этого видео ни одно животное не пострадало. Они пострадали до... Я рос в семье, где животных можно было иметь, но... маленьких и простых в содержании, которых не нужно было выгуливать и убирать за ними какахи по всему дому. Это как при приобретении какой-то проги вам предлагают средний тип лицензии. Ну, то есть, не рыбки, но и не терьеры. И я был в целом доволен. Не знаю, как у вас, но мне кажется, что когда ты владеешь питомцем, у тебя включается синдром бога. Ты можешь наградить его вкусняшкой, когда он ведёт себя хорошо. Или наказать за плохое поведение. Ну, или сделать наоборот. Наказать просто так, или наградить вкусняшкой ни с того ни с сего. Я, в конце концов, могу забрать их жизнь, если захочу. Ну, я этого, конечно, делать не буду, я ведь не живодёр, но... Возможность всегда остаётся. У меня есть власть над ними. Ну, то есть, вести себя иррационально. Прямо как реальный бог. Самым первым питомцем, который когда-либо у меня был, был ёжик. Его нашёл в роще мой дед и притащил домой. У всех остальных домашних жутко бомбило. Тем не менее, мы его оставили, потому что... Ура, ёжик! Я был очень рад. И это было мило. Вот. Тем не менее, его мы оставили на балконе, и меня редко к нему подпускали, потому что... Кто знает, чем заражено это дикое животное? Да, на самом деле, в этом есть смысл. Ёж, действительно, может быть, переносчиком кучи заболеваний и брать его домой... Действительно, было не лучшим решением. Прожил он у нас в итоге не больше недели. К концу он совсем стал каким-то безжизненным, но и со слов родителей... Мы отнесли его в лес, и там он встретился со своей мамой и братиками, и... и... и они тогда зажили счастливо и ушли в радугу. Я уже тогда в это не верил. Нет. Ну, то есть, очевидно, что ёж умер, и вы его просто выбросили. Да-да, ждите, когда я поверю в ваши сказки, взрослые. Деда Морозыче существует! Слышите? И, кстати, тот факт, что ёжики носят на спинах яблоки и груши и всякие грибы, это наглая ложь и сказки маркетологов не более. Тем не менее, в дальнейшем мои домашние животные были более удачливыми. Попробуйте за три секунды угадать, какое имя я дал моему первому попугаю. Кеша! Это был зелёный волнистый попугай, которого я старательно пытался научить говорить. Скажи, Кеша хороший? Чирик! Кеша хороший мальчик. Чирик! Кеша... Чирик-чирик-чирик-чирик! Абсолютно безуспешно. Всё, что он произносил, было... Чирик-чирик! Иногда он просыпался ночью и делал это, будьте назло. Чирик-чирик! А потом Кеша улетел. Чирик! Затем у меня был ещё один попугай. И снова... Кеша... Второй. Серьёзно, Кеша второй. Я не шучу. Кеша... Приставка второй, по идее, должна означать приверженность к аристократическим кровям. Хм... Я просил семечки, а не просо. Пошёл отсюда, плебей! Но на деле это был худший из питомцев, который когда-либо у меня был. Во-первых, это была уже довольно взрослая особь, которая плохо относилась к людям и постоянно шугалась, или наоборот, кидалась на мимо проходящих. Мой дед почему-то решил, что это нормально кормить попугая-финоградом. Помимо того, что эта птица орала и кусалась при приближении к клетке, у неё ещё понос начался, и мы вернули её в магазин. Потом у меня был хомяк. И звали его... ХОМА! Серьёзно? Хома? Кеша Хома? Что не так у меня было с именами в то время? Даже Кура с маком звучит лучше. Ну и с ним тоже как-то особо не заладилось. Тем не менее, в отличие от своих товарищей, он умер своей смертью. Далее у меня была черепашка по имени Паш... Паша. Да! Паша! Паша! Ну ладно. Знаете, вот мне никогда не было понятно, зачем люди заводят рептилий. Это же хладнокровные животные, причём во всех смыслах. Ну то есть, они не привязываются к хозяину, их не погладить. И с их стороны почти нет никакого диалога. Это как рыбки, только с ногами. И уродливые. Я убедился на собственном опыте, когда пытался научить черепаху выполнять хоть какие-то примитивные команды. Эй, черепашка! Ура! За мной! Пошли играть! Черепашка? Уии! Преодолевай трепятствия! Впереди опасная стена! Ааа! Ааа! Эм... Эм... И мораль всего ролика такова. Придумывайте своим животным нормальные имена, да? И всё будет окей! Если отбросить в сторону шутки, да? Фишка в том, чтобы брать животное в раннем возрасте, пока оно ещё не успело социализироваться среди сородичей. Так было с самым долгоживущим и любимым моим питомцем, попугаем Яшей. Когда мне было 9-10 лет, я его рисовал, и вот в таких канцелярских тетрадочках я его зарисовывал, и там же я вёл дневник. Он совсем ручной, я купил его в конце августа, он был ещё очень молодым. О, кстати, кстати, в другой тетрадке, которая стала вести, как только это закончилось, есть комикс, который называется «Яша учит английский». Яша, что это за буква? Яша! А это? Птичка! А это? Хороший! А это? Мальчик! Ты плохой ученик! Яша, Яша! Яшенька! Я долго думал и придумал. Яша, что это за слово? Яша! Бля, не могу, это уморительно. А это? Птичка! Молодец! Яша! Блин! Тут есть комикс. А, Яша в Австралии. Как он улетел в Австралию и встретил своих друзей. Я тогда был маленький, у меня была документалка про попугаев и я узнал, что они живут в Австралии и что у него там родина. Кстати, если вам нравятся старые комиксы, которые я делал и обзоры на них, то идите смотреть вот это видео, которое было предыдущим на канале, почему-то очень мало просмотров. Оно клёвое! Идите быстро смотреть! Быстро! Вот. Идите. Давайте. Ну а если совсем по чесноку, то каждого из моих питомцев я по-своему любил. И очень переживал, когда с ними что-то случалось. Не только по этой причине у меня сейчас нет домашних животных. Сейчас, ввиду довольно мобильного образа жизни, я не могу позволить себе это удовольствие. Однако... Первый, первый! Автор скатился, Феня! Раньше было лучше, Женеглор! Первый! 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 Чирииии!